Здравствуйте, друзья! Вы на Ньюсейдере, я Александр Кушнарь, и сегодня с нами впервые в нашей виртуальной студии Мухтар Аблязов, оппозиционный политик из Казахстана и глава демократического выбора Казахстана. Мухтар, здравствуйте! Здравствуйте, Александр! Мы сегодня собрались, чтобы поговорить о той непростой ситуации, которая сейчас складывается и на поле битвы в Украине, но поле битвы это, в общем-то, проекция более серьезных проблем, которые наблюдаются сейчас в целом. И вот хотелось бы поговорить об этих проблемах. Понятно, что невозможно будет сейчас охватить весь комплекс всех вот тех ситуаций, которые у нас есть, но начнем постепенно. В первую очередь, наверное, с вашей специализации, потому что я хочу пояснить зрителям, если кто-то не знает, что Мухтар на самом деле очень специализированно занимается, в частности, вопросами санкций против России. В частности, он, например, разрабатывает механизмы, которые направлены на предотвращение обхода России действующих санкций и предлагает новые, реально действенные инструменты. И вот, Мухтар, хотелось бы, наверное, начать наш разговор с вопроса о том, как вы видите санкционную политику Запада и роль Украины вот в этой политике. Потому что мы видим, что санкции, хотя и работают, но только частично, а значительная их часть не достигает цели. Первый вопрос такой. Вот 12-й пакет санкций Евросоюза, который направлен в том числе на воспрещение обхода Москвой этих санкций. Как вы его оцениваете и принесет ли он какие-то результаты? Для того, чтобы было для зрителей понятно по поводу уровня квалификации, я хотел коротко представиться. Я сейчас являюсь лидером оппозиционного движения «Демократический выбор Казахстана», живу во Франции. В свое время, в 1998-1999 годах я был министром энергетики. До этого около 9 месяцев возглавлял энергосистему Казахстана. А до этого я был одним из крупнейших бизнесменов страны. Имел бизнес и в Казахстане, и в России, и в Украине, и ряда стран, так называемого СНГ. И вот мой банк в итоге был крупнейшим частным банком постсоветского пространства, который был захвачен султаном Назарбаевым в феврале 2009 года. С тех пор я проживаю за рубежом. И в Украине у меня тоже украинский банк был, БТА-банк так называемый. Украину я очень хорошо знаю. В России у меня был тоже БТА-банк, он входил в число 40 крупнейших банков России. И очень много у меня было бизнеса. И понятно, что я знаю очень хорошо и политическую верхушку, как России, так Казахстана. Скажем так, я враг номер один нашей политической системы казахстанской. И враг вообще любой диктатуры. И я могу так сказать, конечно, сейчас новая волна пришла во главе с Зеленским во власть. И я с ними лично не знаком, но очень хорошо знаю Украину, страну, экономику. Ну, в целом, очень хорошо представляю. И политическую систему. А до того, как, скажем, Зеленский пришел в власть, понятно, старые кадры Украины, политические, экономические, я их всех лично хорошо знал. И поэтому, скажем, я ясно понимаю, что нужно сделать для того, чтобы помочь Украине. И победа Украины, я сразу хочу здесь оговориться, что ли, она чрезвычайно важна не только для самой Украины, но и для стран Центральной Азии. И вообще важно, чтобы вот эта империя, так называемая, которую сейчас строит Путин, важно, чтобы она была разрушена и чтобы Россия стала демократической страной. И в этом контексте, когда Россия станет демократической страной, автоматически потеряет поддержку режимы Центральной Азии. В январе 2022 года около 400 тысяч человек пришли на массовые протесты, и режим в Казахстане пал бы, если бы не Путин. Поэтому мы кровно заинтересованы, чтобы Украина победила, чтобы режим Путина был уничтожен. Не просто Украина дошла до границы 1991 года и так как бы победила, и такой победы не будет. Только крушение режима Путина. Поэтому мы заинтересованы кровно, чтобы режим Путина пал, чтобы победила Украина. И, конечно, в этом контексте все санкции, которые сейчас так или иначе введены против России, мы видим неэффективность, и я над ними, безусловно, работаю, пишу постоянно различные аналитические записки и в различных группах экспертов, сообществ присутствую. Поэтому я очень хорошо и ясно представляю качество этих санкций. Вот коротко о себе сначала. А теперь о 12-м пакете санкций. 12-й пакет санкций, который как бы принят, он, если говорить в денежном выражении, это представляет эквивалент порядка 5 миллиардов евро, из которых 4 миллиарда долларов – это Алроса, российская алмазно-добывающая группа. Ну и остальные какие-то мелкие санкции, ограничения, физические лица и тому подобное. Ну и плюс потолок цен на нефть, типа жестче, чтобы контролировать. Потолок цен на нефть – 60 долларов за баррель. И вот я сразу хочу сказать, я свое мнение уже излагал. Мы выпустили специальный отчет в фонд «Открытый диалог». Я там являюсь экспертом, привлечен как эксперт. Мы дали очень свою очевидную оценку, что 12-й пакет санкций, он бесполезен. Почему бесполезен? Потому что Алроса и так уже на бирже Антвертмена в Бельгии присутствовала, если до войны доля была 25%, еще даже против них санкции не ввели, против России уже доля стала всего 5%. Ну и общеизвестно, что алмазы обрабатывают 90% рынка обработки алмазов принадлежит Индии, мирового рынка 90%. То есть практически все основные объемы идут сейчас из России в Индию. И после того, как они пройдут обработку, страна происхождения будет Индия. В этой отрасли в Индии работает порядка 3-х миллионов человек. Индия не присоединяется никакого рода санкциям. Более того, фактически один из крупнейших спонсоров российской экономики, который позволяет России финансировать войну. Покупает нефть у России, и там идет такая активная взаимная торговля. И вот очевидно, что Индия не будет поддерживать алмазные санкции, а это значит, что обработанные алмазы российские будут, кстати, обрабатываться не только в Индии, в Дубае, в Китае. И эта емкость рынка небольшая. Здесь вот для неискушенных, скажем, зрителей я хочу сравнение провести. Выручка только за один месяц, октябрь. Россия продала нефть и нефтепродуктов за один месяц почти на 19 миллиардов долларов. За один месяц 18,8 миллиардов. А рынок алмазов за год всего лишь около 4 миллиардов долларов. То есть, фактически, общеизвестно, что донором российской экономики, донором российского бюджета, благодаря которому финансируется война, является в первую очередь нефтегазовый сектор. А получается, что гоняется за алмазами, потом которые легко, эта отрасль обойдет санкции. И там же еще, знаете, они вроде как бы действуют с 1 января, эти санкции, 12 пакет. Такие, эти же алмазы, ну, сам характер санкции начинает действовать с марта по сентябрь, в случае, когда Европа выработает механизм контроля, сертификации, чтобы отследить, что эти алмазы именно российского происхождения. Даже механизм не отработан контроля. Даже если механизм будет отработан, ясно, что эти алмазы просто так же будут торговаться через Индию, Дубай и Китай. То есть, абсолютно неэффективные санкции и бесполезные. Все это, конечно, и, к сожалению, преподносится как большая победа, что ЕС там выработало новый пакет санкций, но нужно понимать, что это погоня за тенью. Это бесполезные погоня за тенью. Вот, к сожалению, если говорить о 12 пакете санкций. Да, и если мы говорим о том, что эти санкции неэффективны, и 12 пакет, и другие аналогичные пакеты, как я понимаю, недостаточно эффективны, то какой вариант санкций вы бы предложили? Металлы. В России доступны хорошие металлургии. Это энергоемкие предприятия. Если металлургия начинает буксовать, соответственно, будет меньше перевозок. Они, кстати, на них работают сотни тысяч людей. Соответственно, горная добыча. Соответственно, в связи с тем, что это энергоемкие предприятия, они прекращают покупать уголь. Это падают электростанции. А это падают перевозки. Перевозки, когда падают, у железной дороги России гигантские основные доходы идут именно от перевозок вот таких массовых, от угля и других руд. Достаточно буквально по двум направлениям ударят, и будет мощнейший кризис в российской экономике. По нефти несложно бить. Вот саудиты, они понизили, потому что цены их не устраивали, ОПЕК, понизили на миллион баррелей в сутки. Ну, Россия декларировала, что на полмиллиона понизить. Сделали или нет, это другой вопрос, но декларировали. Цена на нефть не упала. В смысле, не поднялась вверх. Ну, сейчас общеизвестно, что американцы вбрасывают сланцевую нефть, работает Венесуэла и другие страны. Сделали вот сейчас очередное заявление, что ОПЕК еще раз понижает саудит на миллион баррелей в сутки. Нефть опять ушла вниз. То есть, это уже не помогает. И очевидно, что нужно не бояться дефицита на рынке нефти уже в этих условиях и перекрывать российскую нефть, например, черноморскую. Больше 20% объема нефти, это где-то, если я не ошибаюсь, около полутора миллиона баррелей в сутки. Вот перекрывается такой объем нефти, он возмещается. Рынок сейчас видно, что он возмещается. Просто перекрыли, и все. И по металлам, Черное море перекрыть, это Украина самостоятельно может такого рода операции сделать, военным путем. Ну и потом, в конце концов, Турция, основные объемы торговли у Турции с Европой, с ЕС и с Америкой. Член НАТО. Мы все сейчас видим публикацию, что Турция активно помогает обходить санкции. И с точки зрения разных микросхем и других, скажем, товаров, которые помогают России воевать. Понятно, что надо просто обкладывать Турцию. И второе, для того, чтобы эти санкции были эффективными, помимо того, что Черное море нужно закрывать, Казахстан. Казахстан и Кыргызстан сейчас фактически являют ключевую роль. Потому что через Казахстан есть так называемый зеленый коридор. Китай поставляет гигантские объемы товаров, не фиксируя его на таможне. Это уже наши журналисты расследовали в Казахстане. Это раз. Во-вторых, ошибочная точка зрения в Украине долгое время была, она не очень сильно изменилась. Она заключалась в том, что украинцы искали все время, а поставляется ли военная техника. На самом деле это ошибочный подход. Почему? Надо искать деньги. Потому что кто спонсирует российскую экономику, ее бюджет, который приводит к возможности финансировать войну. Основные крупные спонсоры, вот Китай и Индия, которые покупают у них нефть. А в свою очередь на эти деньги Россия способна покупать необходимые товары любого назначения в том же самом Китае или других странах. Или покупать контрабандно через третьи страны. То, что помогает им воевать. Вот Казахстан в этом смысле играет важную роль. Географически так все устроено, что через Казахстан все гоняется. И нефть, и разные продукты, и товары военного назначения. Таким образом обеспечивает жизнеспособность российской экономики. Это значит, ВВП не падает, а растет. Никаких протестов нет. И, собственно, сама война в России замечает только узкий слой людей, которые так или иначе причастны к этой войне. Мобилизации и все прочее. Мы предлагали. Мы говорили, что нужно бить персональные санкции. Не гоняться за компаниями-невидимками. Одну компанию, там, посрав, загнали под санкции. Другую, третью, пятую, десятую. Это не помогает. Нужно бить по тем людям, которые помогают, организовывают эти поставки. В авторитарных странах все решают первые лица. Мы дали список людей, причастных к помощи. Прямые удары по ним, сразу перекрывается огромная территория. И у Китая теряется возможность. Только через Северную Корею, во-первых, будет. Во-вторых, Китай сейчас все время заявляет, мы не помогаем. И вот наступит момент, когда Китай или обнажится, что называется, покажет, где находится. Или эта помощь пойдет скрыто только через Северную Корею или еще какие-то, скажем, небольшие страны. Но это издержки. Там 10 тысяч километров по всей Сибири гнать. И инфраструктура не готова, что такие объемы помощи прогонять через Северную Корею. Казахстан является ключевой роль. И рядом Кыргызы и Узбеки все гоняют через Казахстан. Прямые санкции, мы это предлагали. К сожалению, Украина не предприняла и не предпринимает никаких действий. Ну, санкции по двум компаниям ударили. Они даже не замечают. Понимаете? Вот, поэтому, что нужно? Надо бить по тем отраслям, которые все общеизвестны. По нефти, нефтепродуктам. Надо бить по металлам. И в чем суть санкций? Изначально они были ориентированы на то, чтобы добиться падения экономики ВВП. Валового внутреннего продукта минимум на 10%. Я не устаю повторять, приводить такие данные, когда Царская Россия за 4 года войны, Первой мировой войне, потеряла воловой внутренний продукт на уровне 18%. Мы знаем, к чему это привело. Голод, гражданская война, революция и падение империи. То есть, 20% падение волового внутреннего продукта приведет к тому, что войну не то, что почувствуют россияне, она будет их сжечь. Это и безработица, это и голод, это разрушенные хозяйственные связи, это потери возможности финансировать военные действия против Украины. Вот именно сюда нужно бить, а не гоняться за алмазами или какими-то другими вещами, отдельными танкерами. Вот три танкера попали под санкции. Это, честно говоря, очень смешно, неэффективно абсолютно. Ну и еще я хотел бы сказать следующее, что все эти санкции неэффективны не потому, что Запад неэффективный. Это, безусловно, есть, потому что они основные ресурсодатели и все инструменты в руках. Это так. Но воюет Украина. Именно у Украины должна быть экспертиза. У Украины должны быть квалифицированные кадры. А они в Украине, безусловно, есть. Они есть везде, во всех секторах. Просто почему-то они не участвуют в экспертизе, принять решений. И вот тогда, когда вот такого рода специалисты будут вовлечены и перед ними будет поставлена эта задача, безусловно, будут найдены тысячи решений, каким образом санкции можно сделать эффективно. Куда бить, главное, понятно. Вот что важно. То есть вы говорите о том, что необходимо бить именно по политическим руководствам тех стран, которые обеспечивают для России обход санкций. Да, мы дали список в Казахстане и дали в Кыргызстане. Вот достаточно две страны эти, что называется, извините, зажать персонально, бить по кампании бесполезно. Эффект будет немедленный, первое. Второе. Ну, знаете, над Эрдоганом уже весь мир смеется, который умудряет сидеть на энное количество стульев. Он сидит ровно столько и столько может маневрировать, потому что ему так дают. Если Украина аргументированно будет общаться с европейскими союзниками, с Америкой и убедит, а они, в свою очередь, убедят и Турцию. Мы же знаем, что Турция возражала, чтобы Швеция была членом НАТО. Но стоило просто где-то кулуарно поговорить, все вопросы были сразу сняты. А до этого были воинственные возгласы со стороны Эрдогана. Ну, как-то раз и все, и проблема решилась. То есть все рычаги или возможности мотивировать экономические и так далее у G7 или у западного мира, так скажем, они есть, чтобы это было выгодно, в том числе, в первую очередь, Турции. А если это им будет выгодно, они во всем будут участвовать, бежать впереди. Турки очень предприимчивые, они знают, где их выгода. Вот эту выгоду нужно с ними выстроить. А с Турцией это возможно, несложно сделать. Впереди должна быть Украина, потому что Украину терзают, бомбят. Вот именно первую очередь, когда Украина вот такой экспертизу будет делать, инициативы проявлять. Сейчас глобальная война, и стране нужно действовать глобально. На опережение, инициативу проявлять. Такие возможности есть. И вот на поверхности, к сожалению, я вот этого не вижу. Мы многократно говорим об этом, но реакции, к сожалению, нет. И в этом основная проблема. Запад это вторая проблема. Самая главная проблема неактивность со стороны политического руководства Украины, я считаю. Хорошо, расскажите, пожалуйста, на ваш взгляд, какие могут быть в этом случае риски для Украины, если будет статус-кво во всех смыслах, в том числе и в смысле работы по санкциям. От более-менее оптимистичных сценариев до самых пессимистичных. На ваш взгляд, что это может быть? Ну, смотрите, я вижу два сценария. И если санкции не сделать эффективными, и вот будет развиваться текущая ситуация. Скажем, по 50 миллиардов евро, которые планируют выделить на определенный период времени, несколько лет, Европа, предполагается экстренное заседание только 1 февраля. И понятно, что даже если им удастся сломать позицию венгров, а там еще неизвестно, какую позицию займут Словакии, или еще кто-то там, например, австрийцы, то это какая-то борьба, это не февраль. Это значит убежить там, ну, скажем так, на март месяц, возможно. Это раз. Во-вторых, то, что в январе не будет решен вопрос финансирования со стороны Америки, я думаю, это на поверхности лежит. И там борьба между республиканцами и демократами. И до тех пор, пока вот это преимущество текущую ситуацию республиканские не реализуют, они будут упираться. Почему и так далее. Можно говорить о высоких материях, говорить, что если Украина проиграет, то завтра Путин придет, ну, завтра это условно через 10 лет, прогнозируется в Европу, это уже такая риторика не работает, не воспринимается. И давайте поймем, что это будет. Это значит, ну, если все сильно напрягутся, а это непросто добиться, Америка, может быть, начнет финансировать, может быть, в марте. Может быть. Европа может быть в марте. Но тут же вопрос не только денег, вопрос, кто даст оружие за эти деньги. Это следующая проблема. Но мы давайте пойдем по оптимистическому сценарию. По оптимистическому сценарию Америка продолжает финансировать так же, Европа так же. Идут там с определенным запаздыванием объемы поставок различных, военного различного снаряжения. Идем по оптимистическому сценарию. Допустим. Но давайте мы посмотрим бюджеты военной России. Военный бюджет России сейчас уже известно 125 миллиардов. Это после того, как секретная часть 30-процентного бюджета, 3% всего лишь ее раскрыли, и бюджет военной России стал 125 миллиардов. Когда будут раскрыты эти оставшиеся 27%, выяснится, что минимальный военный бюджет России будет 150 миллиардов. А на 2023 год, по разным оценкам, германский институт, по-моему, они анализировали, было порядка 112 миллиардов максимум. То есть существенно на 40 миллиардов долларов минимум военный бюджет России увеличился. А надо иметь в виду, что военный бюджет Украины всего 40 миллиардов. И эти еще 40 миллиардов нужно получить, сформировать. Потому что основная часть идет за счет поставки и помощи Запада. И получается, что, что называется, одним движением Россия увеличила свой бюджет уже на 40 миллиардов. Ну а если учесть, что, скажем, снаряды российские, себестоимость или цена, которая отражается в их балансе, меньше тысячи долларов, там от 600 до 1000 долларов. А, скажем, вот мы видели цены, что порядка 3300 долларов это западная цена снаряда. То есть видно, что эти 40 миллиардов, если смотреть соотношение, то, скажем, там как минимум будет 6-7, а скорее всего в десятикратно военный бюджет России больше, чем у Украины. То есть что мы имеем? Вот есть, на кон мы кладем военный бюджет России и военный бюджет Украины. Он как минимум сейчас будет 5-6 раз больше, а в реальности еще больше. А что мы дальше? У них есть различные ракеты, крылатые, любые другие. И мы эту даже часть, даже непонятно, как его положить, чтобы посчитать баланс сил. У Украины этого или нет, или его мало, или есть ограничения, что нужно бить только по той территории, где воспринимается, что это украинская территория, Крым в частности. То есть Украина уже находится в заведомо финансовом, соответственно, военном отношении худшим положением, значительно худшее положение. И в этом смысле, конечно, чудеса, что Украина еще наступала. Вообще, если вот так вот баянный баланс посмотреть. Второе, если мы видим, что Россия, мы же читаем баланс, если Россия увеличивает свой военный бюджет минимум на 40 миллиардов долларов, это значит, что Россия не собирается сидеть в окопах, это будет атаковать. Это все, что я сейчас озвучивал, это говорил еще в сентябре, в октябре. Это было очевидно. И тогда же я говорил, что Россия будет наступать сейчас, а не после мартовских выборов, как говорили там разные эксперты, сейчас. И это по факту происходит. Это очевидно. Читаешь баланс и понимаешь. Что это значит? Это значит, что статус-кво, даже если Запад будет поставлять в необходимом количестве, вот в рамках оговоренных обещаний, это уже не помогает. Это уже не помогает, потому что будет массированная атака идти по всему фронту, что сейчас происходит. и это значит, старая помощь, размер ее недостаточен. То есть фактически ВСУ Украины придется отступать. Сколько, во сколько это обойдется, скажем, продвижение вперед России, там никто не будет считать. Похоронить в год полмиллиона Путина вообще ничего не стоит. Я уже не говорю о том, что какие у него возможности, не только внутренние есть, чисто российские. В России живет порядка 8 миллионов граждан из Центральной Азии, в большей степени Таджикистан, Узбекистан и Кыргызстан. И оттуда вытянуть полмиллиона вообще ничего не стоит. Ну и потом, я не случайно говорю о том, что мы крайне остро заинтересованы победе Украины. Если, я сейчас позже отдельно буду говорить так называемый пессимистичный сценарий, если Украина подписывает соглашение, а я сразу говорю, что Путин не собирается, то подпишет на невыгодных условиях. Что это значит? Это значит, Путин победил. Что значит, Путин победил? Это значит, страны Центральной Азии, они сейчас, скажем так, вассалы. Завтра просто их оформят, как в Советском Союзе, как некие союзные государства, как произошло с Белоруссией. И все ресурсы человеческие, там 80 миллионов населения, экономический потенциал. У Казахстана просто так в резервах свыше 90 миллиардов долларов лежит. Помимо того, что они ежегодно 30 миллиардов воруют, вот вам еще приток. То есть, человеческий капитал для Путина вообще ничего не значит. Поэтому, когда считают, что у Путина есть, скажем, проблемы с мобилизацией, вообще у них нет проблем с мобилизацией, он просто так притянет. Так вот, теперь мы говорим пока в рамках оптимистичных сценарий. Что это значит? В рамках оптимистичных сценарий ясно, что в первые полгода будут массированы наступления. Потеряет он 500 тысяч человек или там миллион не имеет никакого значения. Люди это все в России проглотят. Потому что мы видим сейчас, что основная часть населения, они отравлены. мы даже знаем казахи, которые живут на территории России, а их там немало, там официально под миллион, по-моему. Я вам так скажу, значительная часть, может быть, даже основная часть, сложно считать, они поддерживают Путина. Представляете? То есть понятно, что Путин имеет серьезную поддержку и под лозунгом «Как Крым наш получил гигантскую поддержку», здесь будет то же самое. То есть для него пожертвовать полмиллиона миллиона человек ничего не стоит. Мобилизация не проблема. Ресурсы, сейчас считают вот эти ресурсы России, мы говорим 150 миллиардов. Бюджет Москвы, зависимости от курса, если считать, порядка 50 миллиардов долларов. Никто не заметит, никто не заметит, как Путин там отгрызет 10 миллиардов просто так у Москвы. 80 регионов России, то есть увеличить бюджет, военный бюджет на плюс 50 миллиардов долларов для Путина вообще ничего не значит. То есть при оптимистичном сценарии, я сейчас хочу сказать, когда идет старое финансирование, Украина проиграет. Украина проиграет, потому что Россия уже увеличила свой военный бюджет, уже атакует и вообще просто, что называется, без особого напряжения увеличит военный бюджет дополнительно на 50 миллиардов долларов. понимаете, и вот когда я вижу на украинских каналах шапка-закидратские репортажи, они продолжаются, к сожалению. Они продолжаются. Я понимаю, что таким образом как бы есть политический там, политическая установка поддерживает дух, но так не поддерживается дух. Люди должны знать правду, видеть возможности врага, провести ревизию, посмотреть, какие у них возможности, показать глубину риска для Запада и после этого просить реальное финансирование. Вот республиканцы в Америке правильно говорят, мы вот даем вот такие-то деньги, что мы получаем взамен? А если мы дадим больше, а если мы дадим еще больше, что будет? Вот на эти вопросы должны быть ответы, они не сформулированы. Они сейчас в виде лозунгов звучат, мы получим финансирование, нас Запад и Америка не бросят, мы победим. Это, к сожалению, скажем, не план, это не воодушевляет и военные руководства, и вообще весь мир, с учетом того, что война носит глобальный характер, все эти действия должны быть открыты, ясность должна быть полной, когда четко ясна цель, тогда и инструменты под эту цель подбираются, и финансирование, и люди, когда люди осмысленно понимают, что будет результат, тогда я знаю, сейчас все говорят о том, что в Украине проблемы с мобилизацией, это от того, что люди не понимают, что, где они находятся, а будет ли победа, буквально несколько месяцев назад шла речь о победе, а сейчас мы слышим слова о поражении, вопрос стоит только в сроках, и разделе территории по принципу Северной, Южной Кореи, это буквально что называется мгновенное изменение сознания людей и изменение обстановки, почему это происходит, потому что больше года внушали то, что не соответствовало реальности, не соответствовало, вот когда реальность будет, что называется, в руках, тогда и будут приняты правильные решения, инструменты, к сожалению, вся ситуация не та. Теперь пессимистичный сценарий, потому что оптимистичный сценарий, согласно вашим словам, это в лучшем случае, как я понимаю, вот какие-то условно говоря, мирные там переговоры с Россией, на которые, кстати, опять же, Путин не идет и не пойдет, как вы верно заметили, ну давайте теоретически представим, что вот оптимистичный сценарий такой, что где-то линия фронта проходит, там условно говоря, ну может быть, чуть менее выгодно для Украины, чем сейчас, то есть это будет уже не 20% оккупированной Украины, а 25%, но украинский суверенитет, тем не менее, сохраняется, украинское государство сохраняется, украинская нация сохраняется, российские войска по какой-то вдруг странной причине останавливаются, потому что вдруг Путин начал соблюдать договоры, ничего он никогда не делал. Смотрите, а что же тогда пессимистичный сценарий? Пессимистичный сценарий есть два варианта, но суть, конец его один. К сожалению, в этом случае я украинской государственности не вижу. Это самое главное, что должно быть у Украины. Если даже зафиксировать в текущий статус-кво 20% территории, даже не больше, это поражение для Украины. Почему? Потому что Путин, он же не просто принудит к миру, так называемую, как они говорят. Это выдвижение ряда условий. Первый, Украина нейтральная страна, в НАТО не входит, ну, как минимум ВИС не войдет, это раз. Во-вторых, это ограниченный контингент войск, количество стволов ограничено и так далее. То есть фактически это лишение суверенитета Украины. То есть если страна не будет себя в состоянии защищать, и если не будет западной помощи через какие-то инструменты, то уже суверенитета не будет. Не будет репараций, не будет денег, Путин не пойдет на мир, если под угрозу будут существовать замороженные деньги, порядка 300 миллиардов долларов, он будет действовать с позиции победителя. То есть репараций не будет. Что будет в этом случае? Никаких инвестиций в Украину не будет, потому что страна, которая на грани новой войны, а прогнозы все говорят, что Путин 6 лет им понадобится, может больше, снова мобилизует и затем снова двинется, мимо Украины он не пройдет. То есть инвесторы понимают, что завтра снова война, а кто же будет вкладывать? Я когда говорю инвестор, это в широком смысле не только западные, но и украинские инвесторы. бизнес будет сворачивать свою деятельность, все будут стараться обезопасить свою будущую жизнь, миграция, численность населения резко уменьшится, деградация, то есть фактически это не просто серая зона, это обвал всей экономики, никаких инвестиций не будет и соответственно суверенитет будет только на бумаге. Вопрос только времени, когда Украина разорится окончательно. Это первый пессимистический сценарий. Второй, видно, что сейчас Путин не готов ни на какие мирные соглашения, и как минимум он будет стараться завоевать Одесскую и Николаевскую области, угрожая уже и целостности Молдавии, во-первых. Ну и вот недавно проговорился Кадыров, когда сказал мы Харьков возьмем. То есть фактически неважно 20% территории отъезда или 40% все сценарии плохи. Сейчас не та самая ситуация, чтобы Украина могла вести переговоры. Любые переговоры будут скажем губительны для Украины. Теперь еще сценарий уже глобальный негативный. Негативный сценарий заключается в том, что если Путин победитель, то есть авторитарная система победила. Мы все ему предсказывали, что будет поражение. Что это значит? Америка заявляет, что глобальный противник у Америки Китай. А мы сейчас видим, что фактически идет срастание России с Китаем. Это две страны объединяются. Ось зла уже сформирована. Там Иран, там Северная Корея, там страны, те, которые я говорил, Центральная Азия, они фактически автоматически падают, имеют статус неких союзных республик. И Путину осталось сделать последнее движение. После этого он просто проглотит Кавказ. Он ему не нужен, но он просто строит, он же Петр Первый говорит, Петр Первый пробил, сделал окно, морские пути пробил. Он так перекроет Украине вообще проход в Черное море полностью. А Кавказ есть вообще не проблема. Армения там стоит дивизия, очень много бизнеса связано Армении с Россией, фактически в изоляции страна, только имеет транспортное сообщение через Грузию, нефть, газ, все идет из России, зависимость колоссальная, одна единственная атомная станция энергетическая, это еще в советские времена ее построили. То есть и Армения будет проглочена, хотя она ему не нужна, там на самом деле экономики нет, маленькая страна. Ну, знаете, он же строит империю ту самую, поэтому проглотит автоматически Грузию, в восьмом году они в 30 километрах от Тбилиси стояли, только решительность в то время того руководства Америки и обещание, что тогда Николай Сарказий прилетал на Медведев президент и пообещал, что морской флот не просто так двигается в сторону Черного моря, и Путин тогда побаивался, они быстро откатились, поэтому Грузия будет тоже съедена, вопрос стоит Азербайджана, будет ли он его отъедать или нет, но скорее всего на закуску и Азербайджан съест, поэтому вопрос Карабаха для Путина не имеет никакого значения, то ли он с Азербайджаном Карабах, то ли с Арменией, то есть фактически это полное восстановление Советского Союза. Что это значит для мира? Это колоссальный негатив, но я могу сказать, мир это может проглотить. Был же период, когда было фактически два центра противостояния, Советский Союз и Америка. Железный занавес закроют перед Украиной, будут усиливать Польшу и Балтийские государства и будут ждать, восточная и западная Германия ждали несколько десятков лет, в конце концов эта стена пала. Будут ждать, когда будут внутренние политические процессы созреют, Путин умрет, какие-то другие процессы появятся, некий новый а-ля Горбачев второй появится, развалят эту Российскую империю и потом уже новый этап. Запад он спокойно может пережить. Пережил уже тот период. Восточноевропейские страны в итоге вошли в состав европейского сообщества. То есть вот этот негативный сценарий без третьей мировой войны может сработать, потому что если так откровенно говорить Путину и не нужна война с НАТО как сейчас угрозы идут, ему достаточно получить свою империю в границах бывшего Советского Союза и будет этот Володя освободитель, строитель какого-то того государства, по которому он все время плачет. Говорит, что вот это самая величайшая одна из трагедий падения Советского Союза. Так вот к сожалению я вот этот сценарий вижу он абсолютно реальный он абсолютно реальный и в свете того, что американцы сейчас говорят о том, что у них приоритет внутренняя политика мы видим, что это абсолютно реально абсолютно я считаю, что украинцы зря так думают, что запад их не бросит легко, легко к сожалению. То есть и отсюда ваши выводы, что украинцы в первую очередь должны сейчас самостоятельно мобилизоваться, наверное, предпринять какие-то конкретные действия как внутри своей страны, так и на международной арене. Я просто из своего опыта скажу и можно его проследить динамики, как реагирует та же самая Америка. Европа это партнер Америки и на самом деле тон будет задавать Америку, это очевидная вещь. Так вот мне как-то очень известный один из руководителей комитета Сената сказал такую вещь. Мы помогаем сильным. Что значит помогаем сильным? Он имел ввиду независимым, активно действующим, умным и собственно если вернуться к Украине, здесь ситуация следующая. Украина должна стать сильной. Вот мы говорим например о санкциях. Именно Украина должна проявлять инициативу как правильно выстраивать санкции. Таким образом чтобы они стали эффективными. Не ждать что Америка не говорит что вот нас Запад или кинул или не дал вовремя денег. Запад должен хотеть дать деньги потому что это выгодно Западу. И ситуация такова что на самом деле если мы тот сценарий пессимистичный смотрим это риск глобального столкновения существует на самом деле если Россия с Китаем стремительно не просто сближается начинает действовать фактически согласованно это вопрос завтра Тайваня это там столкновение серьезное это мы видим и собственно то что Израиль сейчас это Хамасом воюет это на самом деле цветочки потому что это на самом деле по серьезному не война там есть очень серьезная угроза собственно сам Иран и там вокруг все авторитарные страны когда Россия побеждает когда авторитарные силы начинает побеждать укрепляться вот те силы страны которые сейчас сидели в затеющие между собой просто скажем верхушка политическая зарабатывала завтра начнется поляризация она уже сейчас есть но эта поляризация будет стремительная когда авторитарные страны резко объединятся объединят ресурсы и начнут создавать разные уже глобальные проблемы американцы это видят другой вопрос что это должны видеть и первую очередь Украина эти угрозы с ними проговаривать показывать убеждать это не так что просто вот завтра они придут воевать против НАТО этого недостаточно вот в этом нужно убедить и только тогда когда им будет выгодно Америке и Европе они пойдут и будут активно финансировать у Европы достаточно ресурсов даже самостоятельно финансировать и оружие найдут вот чего нет у Украины мы сейчас видим вот даже я смотрю когда весенняя кампания не получилось вот то есть той самой контратаки пошли обвинения что Запад во всем виноват понимаете если Украина суверенная страна независимая то есть она должна вести себя как суверенная ориентироваться на внутренние ресурсы в первую очередь человеческий я хочу такую фразу сказать потому что есть сильные люди а сильные люди находят сильные решения они строят сильную экономику что у вас сейчас не хватает Украине давайте мы просто возьмем несколько моментов которые произошли конфликт с Польшей трение с Венгрией серьезные Венгрия тормозит Словакия и таких примеров наверное можно немало привести вплоть до попытки выстраивать некий глобальный юг где все в основном авторитарно диктаторские страны которые сейчас четко проявили себя я имею ввиду Саунаска Аравия Объединенные Арабские Эмираты недавно там был Путин с визитом сразу показали где они то есть это было очевидно изначально если смотреть на проблему системно диктаторские страны сближаются с диктаторскими демократические с демократическими если Украина это политическое руководство понимало бы то не тратило бы усилий чтобы скажем пытаться строить некий глобальный юг теперь возвращаемся назад что же нужно сделать так чтобы вот смычка была чтобы быстро друг друга понимали чтобы была помощь Украине нужны политические реформы не хватает кадров которые бы помогли Зеленскому избегать такого рода конфликтов как это было с Польшей с Венгрией там и с рядом других стран со многими видно что человеческого потенциала недостаточно на всех уровнях и на войне и внешняя экономическая деятельность и внутри в экономике и так далее как покрыть этот дефицит из своих круга знакомых рекомендации я думаю такой механизм он уже отработан по максимуму демократические системы чтобы каким образом работает конкуренция выборы если Украина стремится в Европу вся ее политическая структура должна быть идентичной выборы губернаторов свобода слова и прессы выборы на всех уровнях конкуренция свобода партий один из партий решением СНБО просто приостановили потом закрыли ссылка на то что они были пророссийские это просто что называется слова это должен работать закон должно быть четко описано судебные процедуры должны быть обвинения и так далее этого нет просто прикрыли раз нет политической конкуренции значит там нет и свободы слова вообще ничего а если нет если говорить то тогда что Украина демократическая страна пытается интегрироваться в демократический мир уже не работает нужно перестроить всю эту систему и тогда все изменится появятся кадры которые будут конкурировать которые будут грамотные Украина это большое государство почти 40 миллион население и там безусловно во всех секторах и экономики и политики есть грамотные люди у меня большой опыт работы в Украине я их видел многих знаю они сейчас должны встроиться в эту систему вот эти сильные люди военные отрасли в экономике внешнеэкономическая деятельность так далее они должны влиться сейчас стоит вопрос спасения уже не только государственности но вообще собственно и уже как этноса Украины мы же прекрасно понимаем как только Путин фактически оккупирует всю Украину начнутся репрессии и так далее то есть мы можем говорить что это украинская нация под угрозой и надо именно так жить перестроить всю экономику что мы видим мы же видим это не только мы видим я во Франции живу это вижу американцы в виде деканации когда бывший прокурор проводит свадьбу на котором 600 человек гостей куча денег тратится когда ночные клубы все просят там тусовки из политической элиты это говорит о том что страна не отмобилизована и западный мир говорит что деньги которые мы им даем они не тратятся так как эта страна находится в войне большие вопросы и идут процессы которые тормозят с разных сторон процесс поддержки финансовой идеологической дипломатической любой потому что формируется недоверие понимаете не только якобы что республиканцы бьются с демократами это тонкими капиллярами встраивается общество и американское и европейское и такие вопросы они тормозят уже глобально военную помощь поэтому сейчас экстренно именно в военной ситуации нужно проводить политические реформы выбор на всех уровнях власти не должно быть тотальной монополии власти у одного человека какой бы он великолепный не был в любом случае один человек не может гоняться за коррумпированными чиновниками должна быть система гражданского общества должно само контролировать без свободной прессы это невозможно без свободы партии невозможно в условиях войны вот что нужно делать сейчас ну что ж Мухтар спасибо вам большое за вот эту беседу первую нашу но далеко не последнюю я думаю это будет цикл передач в которых мы с вами со временем отработаем вот вербализацию конкретных наверное предложений как можно выйти из того тупика в котором сейчас находится даже отнюдь не украинская армия у нее очень большой потенциал а этот тупик в котором оказались политические руководители наверное многих стран и с другой стороны многие действительно на западе ждут украинского политического руководства предложений с его стороны да вот вот что они видят в том как вот можно двигаться дальше потому что действительно никто наверное больше чем украинская нация не заинтересован в выживании Украины хотя безусловно мы все признаем что объективно победа Украины в глобальном масштабе будет означать победу демократического мира а поражение Украины в виде ли полного лишения суверенитета или в виде того что просто она лишается значительной части своих территорий это будет победа автократии и это будет долгосрочная угроза для всего цивилизованного мира да согласен с вами Александр спасибо Друзья спасибо вам за внимание если вам нравится то что делает Ньюсейдер вы можете поддержать наш проект через ресурсы ссылки на которые найдете в описании к этому видео Paypal а также Patreon BuyMeCoffee и банковский счет реквизит которого я привожу там же в описании помочь можно и через супер спасибо от YouTube это кнопка в виде сердечка под каждым нашим видео спасибо всем кто помогает потому что ваша помощь помогает нам существовать и совершенствовать наши материалы до скорого до скорого Продолжение следует...